и там будет брэд питт вот всем привет с вами и бм еще больше минералов нас зовут павел болотский и павел пивоваров а вас зовут наши дорогие зрителя ладно что вы нас смотрите 29 ноября среда и декабрь уже близко за окном московская погода минус 6 градусов холода ощущается как минус 11 поэтому вот даже воображаемый дима даже кашлят даже даже его за дело утверждаешь делать отморозится зима идет поэтому котики носить шапки шарфы не не будьте внуками котика потому что можете заболеть вам будет плохо да вот начнем с интересного на сайте dtr мне давай со строки это вот х минус 20 я люблю когда ребят я понимаю что вам тяжело вот вот всегда когда ты ты что угодно заберешь про погоду найдется человек который напишет что я сейчас во им ям ям я комме у нас здесь минус 1225 найдется двое один скажешь а у меня минус 20 а второй скажет а у меня плюс 24 вот вот минус 20 это в лучшем случае обычно пишут у меня там минус 246 уже замерзли все атомы пишу вам напишу вам пошли не атом лежу лежу в снегу в одних трусах и мне норму а вы слабаки все там знаешь больше всего конечно песен на этом когда летом холодно и ты вот жалуешься что летом холодно а люди пишут из хабаровска такие у нас плюс плюс 126 это такой как-то animal crossing pocket camp скачали 15 миллионов раз за 6 карманный лагерь возможно строить свой карманный гулаг но у нас сегодня будет новости для настраиваю карманной репрессии обхать получила платиновый статус стиль это означает что они продали 1 миллион красавчик красавчик пилот или дэнджерос потратил 6 часов на полет за бесплатным кораблем оказалось что это его затралили и просто опытные пилоты сказали там бесплатный корабль за 6 часов полета он туда полетел прилетел и понял что его обманули сейчас так и было да так и было уже точно обидно да режиссер фантастических тварей высказался в защиту возвращения джонни деппа в сиквеле да 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 он сказал что типа ребята кино и кино про фантастических тварей и про избиение своей жены домашнее насилие это разные фильмы вот так что давайте попотише google тренды теперь учитывает поиски по youtube картинкам и новостям спасибо google тренды мы тобой не пользуемся московское метро будет работать ты пользуешься гугл интернет я в я из деревне понимаешь такой сервис крутые из долл обде деревне вот это ты ты забиваешь слов и смотришь насколько она популярна в твоей стране в то время я бы я пользовался раньше когда я паша первоваров нет я сам я и красота я когда сам укладывал я иначе там как когда теги набираешь например ты вбиваешь там battlefront 2 и смотришь по россии и что еще ищут вместе с этим словом и ты такой типа волки помыло верю московское метро будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь неплохо есть где развлечься на жителей за полярного круга а у нас новогоднюю ночь работают лайки круглосуточно поняли вас вашими реально же ты можешь взять стол еду поставить туда за кольцовую сел и поехал все новый год я вообще не понимаю почему метрополитен в новогоднюю ночь не берет за это деньги типа они накрываю есть вагон ресторан вагон ресторан специально для тех кто по суточке даже не вагон поезд рисунок он приезжает даты этого отдельно билеты все дела там ты он несколько дольше стоит на станции всякая такая потому что все равно ночью будет более разряженное движение вот и все вообще шикарку же мне кажется карибас это без бизнес плана метрополитен алло это же идеально я уверен найдутся люди один один поезд выдели всего один поезд и и и за счет того что он будет всего один будет хайп и будет отшлаг как говорится и шикарно оформе его хорошо причем возьми самый дорогой самый дорогой вот эти новые поезда но я вот который вот вайфа это что такое там где можно через весь поезд проходить а каждый каждый вагон этого вагона ливье вагон еврейский салат вагона под шубой вагон где спят алкаши под шубой под шубой да с ними можно поспать в общем ну а ты просто мы таки то вы понимаете что едешь на работу тебя нету времени поспать а тут реально можешь поспать бы ссылка почувствовать вот так вот тебе выдают в ванюх вонючую шкуру выдают вот а босонные штаны ты все это одеваешь и закричь и двоих так вот раздвинешь вот как собаки спят когда холодного вот кучкой так вот лакошами кучкой это кстати тоже отличная же мне кажется да отличный экспириенс для иностранцев типа от метро тебя одевают в бомжовую одежду и ты должен просто ходить для экстремалов самое то что они там вот на нам на велосипедах на своих прыгают по горам там это все фигня оденься в бомжатскую шкуру и короче вы пытаетесь вы выжить до вас по моему отлично лучше в паркурику поехали на коньках кататься это тоже не там там хорошо там все хорошо курс биткоина превысил 10000 долларов это новый рекорд ну вот знаешь если вдруг у вас есть немножко биткоин все еще может быть да да скоро упадет да нет скоро привет дим как дела вот это все видели картинку я вчера прочитал про чувака который случайно на тиджи прочитал чувака который случайно выкинул винчестер из ноутбука а там было биткоинов короче сейчас это винчестер все еще лежит на свалке и там семьдесят семьдесят пять миллионов долларов хочу они чувак не может получить разрешение на то чтобы начать поиски этого винчи ты это просто такой типу как вообще типа чел это просто забавно это 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 мы вчера мы вчера обсуждали в походе домой по ночной москве мы обсуждали типа почему так дорого вот и выяснили что по сути ну мы пришли к этому не нашу наша вечерняя аналитика пришла к выводу что в основном цена на биткоин растет и из-за востребованности людей люди пытаются типа из-за людей цена растет чем больше спроса тем а а так как больше биткоина сделать невозможно их примерно нельзя ли напечатать больше биткоинов в обход общей бюджетной систем как бы можно но это но это чем дальше тем сложнее а вот там почти не дальше уже почти невозможно просто ограниченный и из-за этого а спроса увеличивается а биткоины не растут и вот из-за этого один биткоин вырастает в цене даже справа то есть по сути не рынок спрос на биткоины не на то есть нет и ты на данный момент не то чтобы можешь везде расплатить его что рынок есть мне мне кажется для dark на это это актуально все да наверно но ограничиваться только да то есть получается что будущее биткоинов это исключительно типа не знаю плата до всяких темных делишек не мировая ними не мировая экономика а вот подпольная экономика в общем такое такое но что будущем будет фиг его знает посмотрим все таки да там надо чтобы эти валюты все-таки пока пока не биткоин шуршит но так чтобы это стал какой-то основной валютой где-то там пока но в любом случае понимаешь есть какие-то отдельные долл киши года 4 назад покупать ну знал бы 4 иди я бы четыре года назад ведро спиннеров бы купил и продавал бы тоже стал бы миллионер не таким же конечно как видно биткоинах но в целом я лох продал 3 биткоина 2013 не переживай ну кто знал мы пришли знаешь к одному решению что вот следующий зарождающийся тренд мы обязательно него вскочь вот вот появится какой-то тренд и мы обязательно обязательно его не пропустим то есть почувствуем что он растет и даже если кажется что будет поздно мы обязательно на него запрыгнем а вот и возможно что-нибудь еще сейчас можно там теперь мне кажется эфириум еще не поздно мне кажется нам уже все поздно уже старые интересное на сайте в 4 мстителях будет то чего еще не было в супергеройском кино что же это финал короче это статья которая на самом деле мне было известно про что это статья из названия я не понял про что она я прочитал и понял это на скуря ним большая такая заметчика про кевина файги и про то почему не у кого больше кроме marvel нет нормальной киновселенной просто про одного человека который классный который большой молодец который все это создал она небольшая она интересненькая почитайте если вам вот интересно вот люди часто часто задают вопрос почему деси не получается такая же кинавселенная как у марвел почему вот и я согласен с мнением что вот потому что нет кевина файги Без него не идет А про то, что будет Финал Войны Бесконечности Просто это цитата и все Подразумевают, что очень много людей Героев очень много передохнет И вот это вот все И все закрутится с новой силой Все начнется сначала Вот сейчас будет прям Финалище Кстати, трейлер Infinity War выходит сегодня По вангованию Где-то около пяти часов вечера Будет два четких периода Все, что было до Мститли 4 И все, что после И я знаю, что поменяется Все совсем не так, как этого ждут зрители Ты прикинь? Да В конце они все будут танцевать польку Прикинь, на самом деле Происходит какое-то событие Разрыв вселенной И бам! Тони Старк превращается в Бэтмена Капитан Америка превращается в Супермен А теперь это DC-кина вселенная Было бы забавно И все-таки Было бы забавно Если внезапно Да Это правда было бы Я правда этого не ожидал бы Да, это было бы неожиданно Правда этого не ожидал бы Но, скорее всего, просто народ передохнет Вот и все А потом вернется Железный человек не умрет Посмотрим Посмотрим Может быть умрет В конце они умрут В конце все умрут Разложится на плесени липовый мед Но не умрет Не умрет Не умрет Мойра из Overwatch Ультимативный гайд Если вы вдруг не знаете, что такое Overwatch И не знаете, кто такая Мойра Это может звучать очень странно Кто такая Мойра из Overwatch А что это за девочка? И где она живет? А вдруг она нас хилит? А вдруг она нас бьет? Да Ну а мы с такими дебафами пойдем И поиграем на Мойре Короче Здесь гайдик На том, как играть Если вы вдруг не знаете Новый персонаж Overwatch Она типа медик Она из Black Watch Это плохие ребята Хилер Щи-этэк Бат-щи-олсо-протэк Да, вот И она такая, типа там Такая Лучом хилит Лучом коцает А потом такую, типа, гранату прыгающую кидает И ей хилит И ей коцает На ульту она одновременно и хилит И коцает В общем, супер Спрашивает, где покупаешь футболки Это мой собственный секрет Это мой собственный завод По производству футболок Как и все вот эти вот фанаты Стритфиры На флаконе Она бегает Как Наруто Кстати, вот Пишут Как играть Почему тут бой Боуи и аниме А также ответят на другие важные вопросы Дело в том, что Артемий Котов Вот у нас, как писал Собрал не просто гайд персонажа А еще разобрал Некие ее отсылки В общем Интересно будет почитать В принципе, комплексно Да, есть отсылка здесь к аниме Конечно же Вот этот вот ее глаз Очень сильно напоминает Боуи Вот этот вот известный арт Я не помню С какого альбома Не помню, как он называется Но, в общем, тоже есть Как бы, да И к Боуи отсылочки Вот так вот Видишь, это ее ульта Правда, домашняя, слава богу Не так сильно Но в целом Она одновременно Прикинь И силы дома Если под луч Попадают свои То она хилит Если под луч Попадают враги То он Самое удивительное Она пробивает Этим дерьмом щиты То есть Она Райан То есть Райан Но это ульта Ульта Бьет через щиты Вот это вот самое Потому что Райнхард Он же есть во всех играх Вообще Внезапно Кто-то Еще кто-то Вообще, кстати Много попыток Принимает Близзард Чтобы Как-то бороться С Райнхардом То есть У нас На что С ним бороться Ну потому что Райнхард Всегда Там Заря кинул Гравитон Он поднял щит Бам Вся команда Типа Прикрыта Вот И в итоге Там Добавлен Например Где-то Который Прыгает Вот этот Думфист Который У него Довольно Неплохая Атака Он может Чаржнуться Ну подбросить Может Он Райнхард Через щит Или откинуть И застанет И в итоге Команда Оказывается Беспомощной Вот Ультас Который Можно Очень хорошо Врываться Под атаку Райнхард Ну ульта На то и ульта Ульта Должна быть Мощная Иначе Если Она Не мощная То Ну такое Ну такое По логике Она там не то чтобы Очень сильно Дамажит Я понимаю Но по логике Таких вещей Против одной Ульты Может работать Только другая Ульта Нет Само собой Мне кажется Так честнее В общем-то Целую команду Она так вынести Не сможет Но вместе Скооперировавшись Есть шансы И классно У нее вот гранатка Коцает Которая летает Отталкивается От стен Поэтому она Довольно хороша В замесах Один на один Когда вы Оказываетесь Там в комнате Вышла Макри Сейчас я тебя буду убивать А там просто Сам кстати Я в нее даже не играл У меня вот настолько просто Я думаю Что у нас Одна Будет Стримчик Почему-то Не стримил Нового персонажа Пашка Стримы заняты Я твое Я не Я предлагал Предлагал Можно на следующий Постримить Просто Сейчас очень много Я вообще за Давай просто Уберем Очень много Там карта Новая На ПТР Появилась Но естественно И карту Новую Надо постримить И Мойру Новую Надо тоже постримить Так что Я думаю Что будет Заодно Поиграешь На ней И Будешь Показывать Класс Я позрал Конечно Ну естественно Я тоже так всегда делал Следующее Можно Пишет ПП Можно вечером С дома Ребят Я перестал играть В Оверт Дома Потому что У меня есть занятия Попи Работа Во-первых А ну да Во-вторых Спинтайрс В-третьих Я купил Прей Он сейчас Подешевел Прей На плойке И Fallout 4 Подешевели Прей Сейчас Это не скидка Именно Вот он стоит 1300 Прей Этого года Красота Спинтайрс Deus Ex Я купил Так что Не с чем заняться Следующая Интересная Статья На нашем сайте Форма Творчества Хидео Кодзима О любви И бизнесе А также О том Что значит Быть режиссером Кино и играх Наш Любимый С вами Игрорежиссер Хидео Хидеуш Кодзимуш В очередном Выпуске Своей колонки На портале Гиксель Поделился Мыслями О новом фильме Гильермо Дель Тора А также О том Как в массовой Игры что ли Сделали Он что дурак Игры делает Игры делают Дураки Посмотри Посмотри на Клиффа Брезиновский Хорошо у него было Вот нет А потому что Колонки он не писал Про любовь И бизнесе В начале своего эссе Боже С какой любовью Знаешь Дмитрий Мучкин Пишет Вот это прям Он прям Вот фотография Кодзимы И он такой Оу В начале своего эссе Кодзима Пересказывает сюжет Фильма Гильермо Дель Тора Форма воды Во время колонки В начале своего эссе Акадзима спойлерит В сюжет Да Вот рассказывает Что лору Палмару Бил Дарт Вейдер Да Вот который Барбарат Люк Скайуокера Во время холодной войны Войска США Находятся в Южной Америке Странное Гуманоидное существо И помещают его В исследовательскую лабораторию Для изучения Через некоторое время Почему у меня Голосом Дроздова Это получается А через некоторое время Немная сотрудница Лаборатории Проникается Чувствами к монстру Потому что монстр-самец Как бы так получается Хидеуш Кодзим Уж пишет Это не только фантастическая история Но и эротическая И гротескная фэнтези Эротическая фэнтези Больше смотри Какая выхлопная труба Мне кажется Какое-то второе дно Разворачивающееся На фоне напряжения Холодной войны Сексуальной Холодной воды Только Дель Тор Мог создать Такое произведение Мастерски Связав Авторские элементы С массами рецензий От Хидеу Кодзима Пожалуйста Я бы такое читал Гейм-дизайнер Сейчас бы рецензия От гейм-дизайнера Почему бы Хидеу Кодзима Не видеоблогер Я бы смотрел Его Он инстаблогер Я бы хотел Чтобы на ютубе У него был канал Его есть Он же выкладывал ролики Два или три ролика У него есть Я подпишусь На Кодзима По-моему Продакшн Я бы ждать Когда он Он придет к Юлику Попробуй не засмеяться Собломовым Будет делать шаурму И вообще Этого мы и ждем От Кодзима И на хайп-кэмпе Конечно же Ему тоже А он же там был Недавно Тоненькая отсылочка Кто знает Тот поймет Вот Поэтому почитайте Блог Кодзима Потрясающий фильм Если вы тоже считаете Что Кодзима гений И вот это вот все То вам обязательно Прочтение Рецензия От Почему бы Почему бы И нет Евгений Бридж Алибабай Присылает нам Сторый Бридж Спасибо Хидео Тюм Он уже блогер Уже блогер Хидео Тюм Продолжаем тренд Звучных псевдонимов Следующий вопрос На игровую тематику Какие игровые злодеи Вызвали у вас Большое восхищение А какие главные герои Бесили так Что хотелось Сделать им Долгое и мучительное Игровое самоубийство Да пребудет с вами Кевин Спасибо Порни За фан Хороший вопрос Интересный вопрос У тебя есть злодеи Если честно Женерик вопрос Это серия Какая ваша любимая игра Ну знаешь А вот мне кажется Это вопрос чуть-чуть сложнее Потому что все-таки Хорошие злодеи Какая у вас любимая игра Да это самый сложный вопрос Потому что игры дохрене Я называю несколько Я не могу Знаешь что У меня есть важная Для меня игра в памяти Я люблю игры Все Отстаньте Кроме Overwatch Овервот А может Overwatch Сверх Так вот Сверх Злодеи Я искренне Искренне ненавидел И поражался Логейну из Dragon Age Origins Самое удивительное В том что Что меня так удивляло В этом злодеи Я Когда наткнулся на группу Dragon Age Origins ВКонтакте Я нашел обсуждение Где люди на полном серьезе Спорили правильно Он сделал Или неправильно Хотя для меня Это был чертов урод Конченный Но почитав там Овер тысячу сообщений Обсуждения Я понял Что в общем-то Какая-то логика В его действиях То есть Представь он вышел Настолько неоднозначный Что спор О его фигуре Имел место Я не знаю Я никого не могу назвать Не знаю Есть персонаж Который Вроде бы плохой Но он просто действует Исходя из Своих взглядов Это Призрак Из Цербера Он просто Харизматичный Его можно назвать плохим Ну можно С одной стороны Можно С другой стороны Он придерживается Довольно Тут противоречиваясь Не в том Что он плохой В том Что его взгляды Точнее Иногда Его действия Слишком жесткие Но его взгляды Достаточно Понятно Просматривают На мой взгляд Это и есть Хороший злодей Наверное Он внешне нравится Он такой Модный Хипстер Не вот этот Кусок Сиджай Кала Из Лиги Справедливости Я всех уничтожил Я пришел Уничтожил А когда ты Прихвостил То сочувствуешь Этому злодею То он тебя ужасает Ты вот Весь такой метаешься Это классно Это классно Это классно Гладос Не Я бы не назвал Гладос Хотя она плохая Черт Ты поймешь Первым делом Оба вспоминаем Игры от BioWare Все-таки Хорошая была студия Когда-то Любил я ее Очень сильно Главные герои Бесили Много таких героев В основном Бесили их Посту А нет Один из которых Мне запоминается Это Главный герой Из Больдшторма Потому что Он все время Что-то там Ныл 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 Но это классно В этом есть Не знаю Я полюбил Засранца Но он урод Я согласен Мне не очень Зашло Он делал Какие-то Глупые поступки И Все время Хлыкал Так я запомнил Его Люди вспоминают Пеган Мин и Васа Мне кажется Что это Пеган Мин Вообще Это очень Маркетинговые Вышли Злодеи То есть Которые Но они Как бы Ну в них Не было У Васа Есть Но если уж На то пошло У него Там Две Два Два Монолога Топу Все остальное Типа Вначале Когда он Тебя Ловит И Когда ты Под наркотой Приходишь Вот это Телевизор Вот это Убийное И все В большом По сути Ничего-то Нет Ну то есть Да На самом деле Как бы Злодей Персонаж За этим Особо Не стоит Это Марк Это Это Маскоты Это Маркетинг Но это Не Сценарий Не Тем более Он Просто Чистый Злодей Там Стильно Сделано Но Дело В стиле Наверное А не В том Какие поступки Совершает Вас В целом Я искренне Ненавидел За то Что он Сделал Именно Для моего Главного Героя Именно Против То есть У меня Были Мотивы То есть Это Не было Так Что Смотри Паша Это Злодей А это Было Так Что Я такой Вот Это Он Урод Я его Ненавижу Это Было Искренне Вас Ну А потом Еще Оказывается Что Вас Не Такое Что Злодей Потому Есть Злодей По Злодеи И Все Такое Хотя Наверное Вот Та Барышня Которая На Устрове Баласка С которой Потом Можно Заняться Страстной Любой Вот Она Скорее Злодей Слишком В Крайности Кидаетесь Я не Сказал Что Персонаж Говно Я Говорю Что Я Это Сказал Он Не Очень На Мой Взгляд То Его Злые Действия Я Не Не Могу Вспомнить Ну То Есте Он Просто Бандос У Которого Достаточно Стильно Обставлен Я Верю Что Он Очень Много Плохого Сделал Но Это Плохое Мне Никак Не Показано Вообще Никак Противоречивости Тоже Никакой Бандит Пишут Что Лет Из Гулета Норм Парниш Лет Из Гулета Кстати Он Был Врагом Геральта Второй Ведьмаке Но Оказывается В общем Неплохим Парнем На самом Деле Это Действительно Хороший Пример Наверное Злодея В общем Как-то Так Кстати Героев Бесячих Не знаю Может быть Только Три Кузлосгад Или Можно Назвать Бесячим Он же Добрый Герой Но Он Бесил Он Бесил Животные Бесят Прикинь Животные Бесят Они Не Слушают Себя Но Не Все Что Хорошо В Жизни Животное Ведет Себя Как Животное Оно Тебя Не Будет Слушать С полуслова Во что Приводилось Боигра Если Он Тебя Слушал Бо Идеально Ты Бо Проскакал За два Часа Если Я Хотя Бо Понимал Что Он Сейчас Не мог Понять Это Я Неправильно Ему Показал Нет Это Животное Он Ведет себя Как Животное Для меня Это Как За Но При Этому Меня Не Вызывало Естественно Я В Какие Моменты Куда Ты Идешь Ты Туда Идешь Это Животное Оно Не Слушается Оно Не Понимает Ты Не Сможешь Оно Не Понимает И В И Сделано Очень Хорошо Если Бо Игра Типа Ты Правильно Понял Эту Загадку Но Три У Тебя Не Слушается Я Понимал Что Я Правильную Сторону Думаю Это Было Понятнее Вот У Меня Таких Проблем Не Бло Я Получил Кайфушечки Даже От Того Что Три Не Понимает Мои Команды Да Основной Блог Remedy Начала Поиск Сотрудника Для Игры В духе Дест Лучше Получила Поиск Сотрудника Для Игры В духе А Лунвейк 2 Пожалуйста Да Вряд ли Разработчики Quantum break Продолжают Набирать Авторов Для Проекта Под Рабочим Названием Писень 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 Наверное В описании Вакансии Говорится Что Грядущая Игра Писень Седьмой По счету Проект Студии ДТФ Ну Типа Project 7 Окей Будет Ориентирована На Глубоко Проработанный Лор Сотруднику Предстоит Решить Несколько Ключевых Гейм Дизайнерских Задач Заранее Планировать Свои выходные В Project 7 Вы уже Придумали Свою игру В жанре Королевской Битвы Вы всегда Среди тех Кто первым Находит Зура Торгуется Destiny DTF Из описания Вакансии Ремиди Ты первый Находишь Зуру? Нет Его теперь Помечают На карте Для Таких Как я Ленивых Судя по всему Project 7 Включит В себя Элементы Популярных Онлайн Игр Вроде Destiny 2 И Battlegrounds Должность Потенциального Разработчика Называется World Systems Designer Дизайнер Систем Игрового Мира В его Обязанности Входит Создание Контента И внутриигровых Событий Которые Подтолкнут Пользователей К исследованию Мира Project 7 Дизайнер Займется Проектированием Инновационных Игровых Режимов И разработкой Методов По вовлечению Геймеров В апреле Стало известно Что в Project 7 В открытом мире И включит В себя Элементы Кооперативного Прохождения Неплохо Издателем P7 Выступит Компания 505 Games Которая Инвестирует В проект Больше 7 миллионов Евро И окажет В студии Маркетинговую И экспертную Поддержку В общем Remedy Собирает Народ Для Прикинь Они сделают Я не знаю Блин Вообще Было бы круто Если бы Они вернулись К первоначальной Концепции Alan Wake Где Открытый мир Наступает тьма Ты там Борешься с тьмой А потом Наступает свет Это вот Это все И то есть Представь Что игроки Попадают Некую Некую На некую Территорию Где работает Вот это вот Темное правило И они должны С этим темным Правилом Биться Если бы еще Зависело Это как-то От времени Суток Например Ну Это бы зависело В реальной жизни В реальной жизни Будет сложнее Потому что Люди играют Из разных Полюсов И всякое такое Поэтому Я думаю Что Временной Таймер Наверное Все таки Будет Един Вот Но Было бы прикольно Если бы Это все происходило В мире Alan Wake Например Обрати внимание Как все Пытаются делать Свою Дест Потому что Выстрел Потому что Видно Что Подобные Системы Работают И люди Мойте Тут даже Понимаешь В том Что Именно В том Что Дестани Первая Была Скудна На старте Скудна На контент Люди Нашли 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 Развлечения В том Чтобы Вместе Ходить В рейды Путешествовать И открывать Для себя Мир В котором Вов не шутер Вов РПГ А шутерная Понимаешь Со Время Начинает Ощущаться Что Ты Участник Этого Приключения А потом Когда Все это Начинает Заворачиваться В кооператив В игру С друзьями Это еще Больше Начинает Ощущаться Как Твое Приключение Личное А не Твоего персонажа Поэтому И это Выстрелило Это заработало И это Заработало За счет Аудитории То есть Не за счет Игры А за счет Игра Тоже Конечно Важна Но за счет Того Что Аудитория Сплотилась И начала В игру Возвращаться Начала В ней Как-то Пошиться И вертеться Дивижна Была хороша Из этих попыток Повторить успех Да Она была Хороша Но в ней Есть определенные Ну то есть На мой взгляд Балансные недочеты Которые Но Насколько Я что-то Не поправили Но я уже Говорят Что Люди Все равно Играют Поигрывают Не так Чтобы там Пустые сервера И чтобы Того Люди Все равно Дивижн Играют Вот Ну просто Шума Скажем так Меньше Особо Не слышно Вот Игра там Где-то Вроде бы Собираются Выпустить Несколько Бесплатных Дополнений В ближайшее Время То есть От той же Осаде Rainbow Six Siege Больше шума Чем от Дивижн Сейчас Вот Но это Ни в коем Случа Не делает То есть Да Да Люди Разработчики Заметили Что Ну Это сработало Потом Формула Работает Энзим Мы ждем Энзим Который Я Мне кажется Я не знаю Чего ждать Я не знаю Я знаю От BioWare я теперь всегда жду одного А потом они пусть попробуют Меня переубедят Ну Вот И Конечно Интересно посмотреть на Реймеди Ну блин Понятное дело Каждая такая новость в Реймеди Она меня чуть-чуть печалит Потому что это не то Чего я не хочу С одной стороны Да С другой стороны Можно ругать Quantum Break За многие вещи Но Если Так От всего Оттолкнуться И посмотреть на какие-то Отдельные моменты Они в Quantum Break Сделаны хорошо То есть Понятно Перевес В плохую сторону есть Но так же Не то чтобы это Совсем плохая игра Я потом брать Восьмерку поставил Ну Да Я в итоге так и не прошел При этом с этим было Очень обидно Я хотел ее пройти Но так не прошел История связана Текстовая рецензия Я сдавал в ночи Вот Максиму я в ночи правил Потому что надо было Срочно Сделать Ну да Так получилось Что как бы Что тот автор Который должен был Написать Не смог Я срочно Делать за него Вот И Мы скинули Антона Нашему коллеге На редактировании А я забыл ему Оценку написать И он не смог Мне отзвонить С утром И он просто Прочитал мой текст Еще разок Такой Ну В общем Это восьмерка Да И это именно то Что я хотел поставить И такой В общем Бэнэ фактчекинг Да Ну вот Нет Там было Хорошего Там были классные моменты Там были классные моменты Он правда Очень интересный Он очень Он не сталин банально Просто не сработало Сериал довольно неплохой Они пиарили Что это будет Сочетание сериала Но получилось так Что сериал К сожалению Идет отдельно от игры То есть можно спокойно Играть Не смотря сериал И Он вышел Как знаешь Вот как коллективался То есть Как Эти Например Как записки Как имейлы в игре То есть Это он прикольно Дополняет мир игры Но он не обязательно Это и хорошо И плохо Просто Подкачала Подкачала Полная шутерная часть Стрельба была Хотя механика Ну типа Вот с этими замедлениями Было интересно Когда появляются способности Становится получше Но сама именно стрельба Стрельба Чего-то такая Серьезная Это рэмоди А так и с использованием Актеров Какая-то тема С временными Всякими штуками Это всегда интересно Мне кажется Да Я согласен Что эта игра Обругана Вот чуть больше Чем она этого заслуживает Ну она средняя Игра получилась средней Скажу так Она не получилась плохой Просто после Естественно После Макс Пейнов Это ну Шажочек назад Наверное Да Вот Ну вот если Ну плохое Совсем Ну конечно Производительность На Xbox One Оставлялась желать Настолько лучшего Я понимаю Что там Очень много Объектов в воздухе Очень много Там всяких Эффектов На это Идут ресурсы Консоли Но тем не менее С20P Это ну Такое Блин И так обидно было Когда ты заходишь В комнату Где на ученую Напал дроид И там время остановилось Точнее А Где Были же первые трейлеры игры Где был огромный взрыв Где главный герой проходил Там где Он ученую Выботаскивал Из взрыва И там стекла И он вот так Обходит А в игре от этого осталось Что просто в нее дрон целится Ты понимаешь Что людям пришлось Экономить Подождем Посмотрим Но с другой стороны Я переживаю За каждую игру Рэймоди Даже если это Мобильная ферма Я такой Пожалуйста Пусть они просто Заработают Миллиарды денег Они же Делают Сюжетную Часть для Crossfire Да Второго Пусть они просто Заработают Миллиарды денег И смогут Делать вообще Что захотят Топовые Топовые Алан Вайка А может даже Может быть Они захотят Что-то там Еще более Но у них неплохо Получаются Вот такие вот Истории Про Загадочные истории Про мужчин В любом случае Алан Вайк Потому что это финны Это же финны Это финны У них там Вот это грустное Финское лицо Зайти бы к ним В гости Жалко Они наверное Будут закрыты В это время Тебе там писали Что это Типа А ты просто офис Постой Тебе там писали Что Что Красский паш Постой И играй На планшете В Макс Пейна Есть же Первый Макс Пейн Он ходил На А может заметят Скажут Эй мальчик А не хочешь У нас Дестни Добро делать Такой Да я хочу Мы кажется А тогда надо Стоять рядом И играть Майку Дестни Надень просто Сверху Напухолик Эксперт Дестни Ооо Вы нам подходите Вы знаете Где сегодня Эксюр Поживает Так что Такие дела Поэтому Держим кулачки За финских ребят Что хорошо Они неспешные То есть Это значит Что они Постепенно Постепенно Делают Не торопятся Не торопятся Сразу Выкинуть игру На рынок Они постепенно Что-то делают Такие Подождем Такие Куда нам Нам торопиться Зима Долгая Да Снег Не оттаял Зачем нам Торопиться Сейчас Мы разогреем И Blizzard Тоже не торопится Blizzard Заявила Что Не планирует Что же Она не планирует Не планирует Выпуск приключений Для чего Для Hearthstone В 2018 Невероятно Невероятно В 2018 Году Помните Hearthstone Кстати Мне нравились приключения Это последнее Что я играл В Hearthstone Компания на время Отказалась От поочередного Релиза тематических Дополнений И контента Для одиночного режима Заработчики Коллекционной карточной игры Что переводится Как ККИ Hearthstone Основанный Во вселенной Warcraft Рассказали Что пользователям Не стоит ближайшее В будущем Ждать очередного Одиночного приключения По словам Арт-директора Бена Томпсона Причиной такого решения Стало то Что игроки Не покупающие Предыдущие приключения Пропускают Очень много хороших карт Которые нельзя получить Оооо Расстраивает Пользователи Не расстраивайтесь Пожалуйста Плачет Под окнами Аааааа Вы нас расстраиваете Томпсона Отметил Что при разработке Одиночного контента Они были скованы Возможностью Добавления Нужного количества Интересных карт Ведь те Кто не дойдут до финала Не смогут получить Весь набор Вот И расстроятся Поэтому И пришлось снижать Сложность В том числе И для опытных игроков В качестве замены Приключений В последний момент Дополнений Харсон Под названием Рыцари Ледяного Трона Появили специальные миссии Для одиночного режима В кабольдах И катакомбах Разработчики Также добавят Так называемые Походы в подземелье Которые будут Бесплатными Для всех игроков Карточные походы В подземелье Иди в карточное подземелье По карточкам Вот Я слышал В 90-е у нас была Карточная игра Только не в подземелье Да Так вот Ключи переключения Также продавались За Сейчас Где я остановился Ага Поход подземелья Ближайшим дополнением Близзард сосредоточится Именно на этом формате Изначально Еще Несколько лет назад Разработчики обещали Чередовать Одиночные приключения Цель игрока Выиграть несколько сражений С определенными Компьютерными противниками По особым правилам И обычные дополнения С новыми картами Которые можно получить Из тематических паков Приключения Также продавались за деньги Однако Их прохождение Гарантировало Получение всех карт набора В то время как Из паков Выпадают только Случайные карты Близзы придерживались Этого правила До начала 17-го года Последнее на данном Ваше приключение Харсон По названию Бичинников Корожане Вышло в августе 16-го года Довольно, кстати, давно Следующее дополнение Кабольда Катакомбы Выйдет 7-го декабря А потом уже Не будут выходить В принципе В этом есть логика Кстати, эти приключения Можно было покупать За внутриигровую валюту В общем, тема такая Что Возможно Это дробило игроков И, наверное, для игры Правда будет правильней А что Правильнейше Если Это Начало конца А дробно у такого Нет Я не думаю И Близзард анонсирует приключение Начало конца Что Если Кабольды Пишут Уши Кобольды Кто 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 Кто-то пишет Кобольды Кто-то пишет А, нет Ты, видимо, сказал неправильно Кобольды Как правильно Я так понимаю Что Кобольды правильно А ты сказал Кобольды Кобольды Окей Ну, сорян Так вот Так вот Покупать приключение было намного дешевле Как это могло дробить игроков Да потому что Не все Кто-то не покупал А может быть Да, может быть Не все их проходили Кто-то такой Я не люблю приключение Я не хочу Я не люблю тратить деньги Я не люблю приключение Я хочу на арене всех Или там Найдебать Да Окей, ладно На арене Никакие карты себе не нужны В рейтинге, например Потому что Мне нравились приключения Там было интересно Например Там были всякие Специальные условия То есть Была не обычная катка А катка Где Выпадали только случайные карты Или еще какие-то То есть Было похоже на потасовки Были там забавные условия Там как Например Все карты Кроме центральной А Сейчас Как же там это было Была одна карта А не было Типа Не знаю Рубилова Все карты Это орки Которые бьют Там на пять Может быть И такое было Я уже точно не помню Было такое Где там Был какой-то дядя Который заклинание Случайное В общем Там много В регио Случайное заклинание И Мне эти штуки нравились Мне эти штуки нравились Мне же трудно вспомнить Потому что много лет назад Я все это проходил Но Я думаю что Вряд ли Начало конца Наоборот Это чуть-чуть ближе к киберспорту Типа у всех есть Хотите карты Знаешь Раньше Хочешь новые карты Иди проходи дополнение А сейчас Хочешь новые карты Лутбоксы Да Лутбоксы 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 Не получилось У меня Но Я думаю что Не стоит Списывать Хардстоун со счетов И Из-за того что Новых приключений Не появится В 2018 году Это значит что Появится что-нибудь еще Это просто будут Новые карты Будут Ну да Я думаю что Я думаю что Что-нибудь еще Обязательно появится И Может быть даже Это что-то нас удивит А может быть и нет Может быть нас удивит То что ничего вообще Не появится Мы такие Это я удивился Да Это удивление Чему стоит Удивляться Или не стоит Удивляться Это Новому Бизнесу В Battlegrounds Читеры Battlefronts 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 Это немецкая Battlefronts Следующая часть Вольфенштейна Это вот Нет не Bloodrunner А как она Bloodrain Вот это Battlefronts Какая же Наход была Да Да Не смотря даже На тот Графон Графоний Древний Там все равно Было Вспомни себе Читеры Начали Продвигать Свои программы Посредством Внутри Игровой рекламы Battlegrounds Вот Это 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 вообще Лул Потому что Вот как это происходит Рядом с вами Бежит мужик И говорит Купи Купи читы И будешь бегать Как я Вот Это вообще топчик Авторы Авторы стороннего ПО Исследуют Новые методы Новые методы Продвижения Своей продукции Пользователи Обратили внимание На игроков PlayerUnknown's Battlegrounds Которые активно Продвигают Чит программы Посредством Завуалированной рекламы Например Один из участников Во время матча Заметил рядом с собой Геймера Использующего чит Позволяющий Передвигаться С большой скоростью Привет, друг Ты спешишь? Не проблема Продолжай ехать И просто выслушай меня Хочешь такую же модификацию Как у меня? Она как раз сейчас продается Давай покажу Как она работает Я могу двигаться Быстрее твоей машины Это просто вот эти Пылесосы Кирби Знаешь Здравствуйте Не хотите поговорить о читах Это ладно Это сейчас они читеры А реально ведь появятся Люди Которые будут рекламировать В игре Там не знаю Пылесосы Там акции в МВиде Или еще что-нибудь Хочешь Там Распродажа на Алиэкспресс Все спрашивают Как поднять бабла Да Нет Все говорят Как поднять Я там не знаю АК Как поднять АК А они АК в школе Как поднять А как добежать до школы Вот тебе чит Как поднять ММР Все спрашивают Как поднять Паша Как поднять ММР Предполагается Что некоторые читеры Используют популярных Популярных стримеров Чтобы продвигать свои товары Так ведущего канала Нинджи Во время трансляции Убил игрок под ником Divine Cheats Возможно он Хотел таким образом Привлечь внимание К своему ПО Выглядело Выглядело это Вот так вот Кроме того Нечестные игроки Продвигают чит программы Посредством своих ников В псевдонимах В псевдонимах Они указывают Индификатор Для популярного В Китае Социального канала И таким образом Оставляют контактные данные Для потенциальных покупателей В октябре Несколько таких участников Заняли верхние строчки Рейтинга игры Вот Ну тут убили Вот так вот Это выглядит Такие дела Разработчики Battlegrounds Пообещали Ужесточить меры По борьбе с читерами И ввести Новые инструменты контроля По последним данным Шутеры с момента релиза В раннем доступе Стим забанили Уже более Больше Семисот Тысяч Недобросовестных Игроков Они небось Покупают И покупают Они продают Шмотки За безумные деньги И покупают Себе новые копии игры Ты думаешь Че у нас Как бы это Каждую неделю В топе стим Куб Да Читеры Это все читеры Благодаря читерам Ну вот Мне нравятся Первые комментарии У нас Или не первые Я не знаю Самые залайканные Наверное Засел в доме Стук в дверь Открываешь Добрый день Вы когда-нибудь Задумывались О приобретении читов Там люди такие Стоят с читами Ты в них стреляешь И они Тюм-тюм-тюм-тюм Вернулись такие Видали как умеет Да Дверь закрываешь А он через дверь Проходит Такой Нет Давайте поговорим Давайте поговорим И потом Мистер Андерсон И так со всех сторон Проходит Дун-дун-дун-дун Вот В общем Это все читеры Это все читеры Что я могу сказать Я не понимаю Зачем людям Зачем люди пользуются читами Ну вот Чтоб продавать Теперь ради денег Смотри Ты можешь продать Установил чит Убил кого-нибудь И продаешь Тебя-то купит Они вот Это зачем Вот зачем Ну то есть Да Ты допустим Почувствуешь Себя богом Ну ты понимаешь Ну это же самообман Такой самообман Это в целом Деньги тоже Самообман И биткоины Тоже самообман Просто дай Свои мне Да Несите все мне Ваши деньги Ваши люди хотят Нагибать в играх Ну так и дело Это в том Что как бы Нагибать в играх С читом Это странно Это Иногда Это не значит Что ты лучше Иногда люди любят Так поугарать Мне кажется Мне кажется Вот портит Другий матч Да Но это просто Потому что Мне кажется Если бы не банили За читы То читерам Просто бы Наскучило Ну типа Ты заходишь Всех убил Раз Два Три И целый день Ты всех убиваешь У тебя нет никакого испытания Только если тебе Другой читер не попадет Там может быть Вот Но то есть Для пару пранков Типа Для пару приколов Я Ну Не могу То есть я могу осудить Но я могу понять Типа разочек зашел Пиу-пиу Пиу-пиу Сделал И Такой Поржал Ха-ха Я всем выдал Хедшоты И ушел По-моему Это если честно Конченная история Ну да Но Если ты сделал Это я не знаю Десять Не десять минут Я не знаю На пять секунд Зашел Убил пару раз И все И дальше ты ни разу Не вернулся к этим читам Типа посмотрел И ушел Обжегся Как говорится И пошел Но постоянно Мне кажется Что Метод Троллинга То есть Ты заходишь И портишь Людям жизнь И угораешь На тем Как они на тебя Кричат И вот Это вот Все Но есть Такие Поэтому я говорю Что это Конченая история Что занимаются Конченные люди На мой взгляд Да Портят нам Игры Ну вот То есть я Например Что тут бы неинтересно Да Да Ну потому что Когда ты страдаешь В мультиплеере Кому-то это доставляет Удовольствие Твои страдания Доставляют удовольствие Кому-то Так Они еще Стоятся Достаточно Безнаказанными То есть Знаешь В случаях Когда у тебя Происходит Например В какой-нибудь Call of Duty Происходит бой Да И ты видишь Вот Боец хорошо играет Он вас все время Убивает Да И тебя Тебе там Убивает И когда ты его Убиваешь Или ваша команда Выигрывает А он Например Такое Со мной случалось Чувак Из другой команды Он все время Попадает В другую команду Все время Занимает первое место И все время В конце Там Давай какие-нибудь Показывать Там знаки И вот И тебя начинает Мреть И когда Ты оказываешь Да И когда ты В другой команде Выигрываешь И окажешься На первом месте Тебе тоже хочется Сделать А понял Понял Вот тебе Мои знания Но в данном случае Читер остается Полностью безнаказанным Ты не сможешь Его убить Скорее Но только Если он хреновый Читер Такое тоже Может быть Но в целом Скорее всего У тебя Нет вообще Шанса Ты это Его Наверное Заводит Я думаю Что он трогает Себя Я сам пользовался читами Но это было В GTA 3 Например Не Но есть Чит-коды В GTA 3 Да Ну то есть Чит-коды В синглплеере Мультиплеере Это все-таки Разные вещи В синглплеере Для меня это Нарушило игру То есть Когда я был Маленький глупый Это развлечься На пару секунд Да То есть Как бы Я прописывал себе Там танк Я прописывал себе Оружие Ты покатался Пострелял И понял И все Через некоторое время Я понял Что выбить себе Вот эту пушку Пройдя несколько миссий Намного интереснее Ты ее по-другому ощущаешь В общем Несколько Ну это иначе Но Есть люди Которые Как Есть такое выражение Люди Которые любят Смотреть Как мир горит Вот пишут Что в чаще Читер Это психическое заболевание Читеры Потенциальные преступники Я думаю Что читеры Это плохое воспитание И все Ну может быть Просто люди Невоспитанные Может быть Может быть Низкая мораль Ну то есть Мне кажется Что вот Нам Я люблю игры Я играю в игры И мне Какие-то Моральные взгляды Не позволяют Установить себе читы Даже если меня Нагибают в играх Мне не позволяют Или портят Потому что Я понимаю Что во-первых Это нечестно Это неинтересно Для меня И это будет Неприятно Другим игрокам Да Вполне Но у кого Моральный порог ниже Он такой Сейчас я вас Я тут разберу Это как бы Наверное Это и есть Невоспитанность В этом Наверное Ребятники Вы у нас смотрите Однажды Многие из вас будут Родителями Воспитывайте детей Пожалуйста Давайте Затыльники Если Заметь Или Задавайте Если Мысль Будет читером Скорее всего Да Скорее всего Второй вариант Прям Прям просто Сынок Знаешь Такое Есть одно место Хорошее Слушай Пойдем Там 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 Такие читы Крутые Бесплатная Еда Бесплатная Пойдем 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 Ну-ка Вот смотри Видишь машину А сейчас Не увидишь Мою машину Видишь лес Видишь папу Все Пока Вот Смотри Вот ты быстро Бегал в игре А смотри Как папа Сейчас быстро От тебя убежит Вот Это так В общем Да Ну на самом деле Мне кажется Если Отец года Паша Не Я вот сейчас Подумал Что Знаешь Если ты реально Отвезешь ребенка В лес И от него Убежишь За пару деревьев Ну для него Это произведет Какой-то Травмный И ты естественно Вернешься потом Ты скажешь Вот так вот Поступать На самом деле Если Если будешь Читерить дальше То я не вернусь На самом деле Если он Вернется домой сам Не делайте так Если вернется домой сам То вот Я такой Видишь как интересно Без читов играется Ты молодец Да Ты справился В ветках там Что-то Теперь можешь покушать Да В следующий раз Я отвезу тебя В Тегеран Вот попробуешь А то буду выиграться Наставлю тебя Ладно Не делайте Поговорим о других Странных вещах Поговорим о другом детдоме Пользователи мобильной игры Animal Crossing О жизни в палаточном лагере Начали создавать тюрьмы И культы Я думаю Где-то здесь точка пропущена Нет Сложно Я понимаю Сложно Просто Пользователи мобильной игры Animal Crossing О жизни в палаточном лагере Вот То есть Animal Crossing О жизни Ну здесь запитая должна Есть просто Animal Crossing А есть Animal Crossing Она называется Animal Crossing Camp Вот Но Кэмп 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 Только Да Но заменили На О жизни в палаточном лагере Ну мне кажется Здесь наверное Не должно быть Я тоже долго думал Здесь причастный оборот Просто сложное предложение Такое Короче Можно было по-другому поставить Поколение Напольным лампам Пугающие плюшевые медведи И животные за решетку Поклонение В принципе В принципе Это мое детство Да Обычное дело 18-го года Компания Nintendo Выпустила мобильную игру Animal Crossing Pocket Camp Симулятор жизни В небольшом палачном лагере Игроки могут обустраивать Свой дом Строить здания Взаимодействовать С другими персонажами И покупать объекты Которыми могут пользоваться Все остальные Хорошо Однако Из-за некоторых Игровых особенностей Пользователи смогли Образовать приложение Тюрьмы И создать Ультлампы Вот так это выглядит Nintendo что? Что? С вашими играми Постоянно Не так Что происходит? Здесь 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 Вот А еще С помощью решеток Нам научились Сажать в тюрьму Людей Которые плюхают Других людей Поскольку это игра Нинтендо И там все плюхаются Так вот По информации Издания Кодеку Если построить Несколько напольных Ламп И включить их То другие персонажи Автоматически подойдут К ним После чего Начнут постоянно Включать и выключать их Игроки Начали называть Этот процесс Поклонением Так Еще разок Там как-то на автомате Все работает Построить несколько Напольных ламп И выключить их То другие персонажи Автоматически подойдут К ним После чего Они начнут постоянно Включать И выключать их Я так понимаю Что фишка в том Что другие персонажи Ну бессознательны То есть они заходят К тебе в гости И на каких-то автоматах Работают И в данном случае Вот автомат Есть какой-то баг Ну не баг Я думаю Это такой автомат Просто они заметили Эту закономерность И решили использовать ее Поставили их Целую кучу ламп Это выглядит очень круто Да И точно так же Работает как раз тюрьма Фишка в том Что если ты размещаешь стул В игре То на него скорее всего Ну читай Вещь которую можно увидеть В Animal Crossing Теневой культ ламп Потрясающе Другие владельцы приложения Сделали частью Культа плюшевых медведей Которых можно установить На участке Так окей Что Также пользователи Обнаружили доступный Для покупки забор Похожий на решетку Пользуясь тем Что предпостройки стула Остальные посетители Лагеря обязательно на него сядут Они начали возводить Целые тюрьмы И вот этот скриншот Вот этот Посмотри на его взгляда Просто Животное это не пись А окей Животное это не пись Оооо Это письмо жестоко Жестоко все равно Инструкция по Animal Crossing Поставите тюрьму для животных Не кормите их Тогда они Пойдут на сотрудничество расскажу, где они закопали чёртовые деньги. Боже мой, какой кошмар. Какой хаос сбежал, и теперь издевается надо мной. Орёл сбежал. Только что встретил парня в Animal Crossing, у него в лагере есть тюрьма. Отлично. Да, вот пишут пользователи сети. Это что, Animal Crossing? Да. Счастливый заключённый делает счастливыми и надзирательными. Люблю тюремный лагерь в Animal Crossing. Боже мой. Боже мой, как же это чудесно. Это одновременно настолько ужасно и прекрасно, что я не могу определиться, серьёзно. Надо скачать. Ну, это механика игры, которая пошла не по плану. Топ-10 пранков, которые зашли слишком далеко. У людей есть, кстати, вопрос, что это такое Animal Crossing? Это, короче, мобильная игра от Nintendo, где вы, типа, ходите в гости куда-то к кому-то. Это всё, что я про неё знаю. Мне сказалось, там ещё что-то можно грядки какие-то дать до мастера. Что-то рыбу какую-то. Я просто далёк от подобного. Какую-то рыбу ловить, что-то такое. То есть, ну, вот эти вот фанаты, вот люди, купившие Nintendo, поскольку у них больше нет друзей, от них все отказываются, они, им приходится ловить рыбу и дружить в Animal Crossing. Вот, собственно говоря, для социализации детей предприложения. Надеюсь, я кого-то сейчас обидел. В общем, ну, что я могу сказать? 1-0 в пользу... Это хорошая новость или плохая, Паш, как ты думаешь? Я не знаю. Это ещё одна странная новость у нас сегодня. 1-0 в пользу хорошей недели. Сейчас будет ещё одна новость. Nintendo... Ну, там частично Nintendo... Nintendo. Частично модеры. Там, где задействованы модеры, там всегда обычно происходит какая-то дикая дичь. И лица... Господи, забыл, как его... Создателя Скайрима... Том, 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 Том... Я уже вот... Кто там Скайрим-то толкает? Тодд Говард. Тодд Говард, вместо солнца, да. Я уже представляю, знаешь, вот как Захар, вот это Паша, в играх Nintendo уникальные механики, которые люди придумывают... Знаешь, да, там... A few moments later... Тюрьма в Animal Crossing. И там такая угашенная человечечка. Рубрика... Рубрика Sonic Skin. Я вот так скажу. Хорошо, переходим, да, к следующей новой. Как модеры развлекаются с Breath of the Wild? Breath of the Wild это The Legend of Zelda, которую, кстати, мы сегодня будем стримить. Вот, приходите в 3 часа. Вот, я тут даже можно не считать, потому что тут надо просто смотреть. Модеры в своих фантазиях иногда заходят слишком далеко и начинают превращать Breath of the Wild во что-то странное. Мы уже видели Карла Джонсона в качестве главного героя Breath of the Wild. По-моему, так намного лучше. Но модер не остановился на этом, и он добавил Big Smoke в качестве одного из противников. По-моему, это шикарно выглядит, шикарно. Если кто-то вдруг, 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 вдруг не в курсе, на Nintendo Switch нет модов. Никогда не будет. Но это порт с Wii U, по-моему, это эмулятор же Wii U, по-моему, на ПК. Да, Wii U? По-моему, да. Но Switch еще не научились эмулировать. Ну да, эмулятор, наверное, да, эмулятор Wii U, и там на Wii U есть... С Breath of the Wild, да. Да, и вот с помощью... Он там набрал чего-то еще. В общем, можно убить Big Smoke. Но если вы решили поиграть другим персонажам, то еще есть мод на Бэтмена. Хотите что-то безумное, возьмите на вооружение Патрика или Спанч Боба, или Большой Карандаш, и веселитесь. Блин, ну с Бэтменом как круто выглядит-то, мать его! Да, у него еще есть и бета-летучка какая-то. И, кстати, 60 фпс. Ну потому что... 60. Ну вот, что Бэтмен... Ну он бегает, кстати, смешно. Бэтмен бегает смешно. Можно поиграть? Бэтмен бегает идеально просто. Бэтмен! У него еще и... А, ну это да. Вот под эту музыку у него прям... Ну кони, ты как в Лиге Справедливости, ты глянь! Ну конь в дырявых трусах. Бэтмен купил бы своему коню нормальные трусы. Он в дырявых ходит. Это Бэт-трусы. Бэт-трусы. Это, понимаешь, они шиты из Бэт-Далматинца. Да. Что еще тут есть? Давай посмотрим. Так, смотри. Величайшие моды. Последние и величайшие Брэсс Узывайл моды. Эрэизерс. Ну, короче, разные мечи добавлены. Разные щиты. Что еще? А, броньки. Что еще? Срочно, мы... 28 июля. Концерт Гориллос в Москве. Я вчера знаю, да. Если кто-то вдруг не в курсе, да, Арика радуется. Концерт Гориллос в Москве. Сейчас там не новый альбом будет. На фестивале Парк Лайф. Поэтому фестиваль Парк Лайф, ну, это, в принципе, штука, куда я беру билеты каждый год, вне зависимости от того, кто там будет. Потому что в прошлом году там были System of a Down. Карандашик. Карандашик. Да. Можно, в общем, избивать всех карандашом. Люди пишут в чате, А, Рик, нет, ваш бог вас покинул. Марио, шапка, вот это вот, и усы у Линка. Да, можно кидаться Патриком и защищаться Спанчбобом. Спанчбоб вместо Щита, Патрик вместо Бумеранг. В принципе, неплохая идея. Я не стану ее осуждать. Блин, поэтому офигенно. Потому что и Юля, они рано радоваться. Что значит, надо уже билеты покупать, их уже поздно покупать, если что. Их уже, наверное, все купили. Да не, на самом деле нет, конечно. Ну, как бы, в январе стоит. В январе стоит. Понимаете, самое дешевое, просто, блин, я честно, где, ну, если опять на зенитарене, то тема такая. Самые дешевые – это трибуны, а трибуны – это обсосное место. Трибуны. Ну, да, да. А, вот, в общем, есть Наруто. В общем, для любителей Наруто есть. Ну, кстати, бегает, кстати, очень хорошо. И, да, у него ручки по канону сзади. Сзади ручки. И бегает он очень быстро, если что. Вот. И есть Саник. Все ждали Санника. Сарик! Сарик! Ну, кстати, бегает очень быстро. Мне кажется, или так игра становится лучше? Нет. Я уверен, что да. Так. Я был на этом мосту, там не было никаких пузырчатых. Билетов еще, кстати, нет на Park Life. В общем, Саник. Ну, по-моему, это… А, с 30 ноября были билеты в продажу, ребята. Так что готовьте ваши наличности. Готовьте кошельки, билеты залетятся. В общем, это была новость, как модеры развлекаются в Breath of the Wild. По-моему, отлично. Модеры, я за них очень рад. Я жду более глобальных модов. Я жду более… Да? Реворг графики я жду. Да. Нет, графика нормальная, я жду модов нормальных. Таких-то масштабных. Снег добавить во всю игру. Чемпопай так, эти зельды. Я очень люблю зельды Breath of the Wild. Вы что, это игра поколения. Там же можно… Там Линк спал сто лет. Вот. Поэтому это игра года. Там Линк спал в туалете. В туалете, да. Сегодня по стриму приходите смотреть. Итак, тема дня. Из-за скандала с лутбоксами эксперты индустрии собрались учредить комитет по видеоигровой политике. Лига справедливости собирается. Лига политик. Боби-котик идет такой к этому изъяток. А может он наоборот. Нам нужен комитет. Мы должны объединиться. Это такой. Ты мне не друг, котик. Почему ты думаешь Боби-котиками на комитет учить? Потому что Боби… Я думаю, что если кто-то есть крутой в этой индустрии, это Боби-котик. А мне кажется, Боби-котик, он скорее как этот, как с перчаткой там какой-нибудь, с этими, с лутбоксами. Знаешь, у него в каждом, в каждой костяшке по лутбоксу. Лутбокс бесконечности. Должен быть злодеем. А мне кажется, злодеевы в этой ситуации для комитета это реддит. Ну, нет, злодеи… Нет, слушай, лутбоксы. Лутбоксы делают корпорации. Злодеи в этом случае корпорации. А комитет, он будет биться против лутбоксов. Нет, комиссия должна представлять видеоигры на политическом и юридическом уровне. Я думаю, они краски должны защищать лутбоксы. Думаешь, они будут защищать? Я думаю, они собрались против вот этого бельгийского бельгийского совета. Может быть. И против вот этого… Как там вот этот Вульф из Австралии? Не помню. Помнишь? Не помню. Ну, я помню Вульфа, а как-то он там… Да. Сайбер Вульф. Они против его Лиги Справедливости собрались, вот эта, которая им выступала. В общем, есть Suicide Squad и… Да-да, вот это Suicide Squad сейчас собирается. Да, я вспомнил название. Да. Вот это вот, где Бобби Котик такой приходит, нам надо объединиться. Да. Такая мы в опасности. С кем он объединяется? С Electronic Arts, с Blizzard и с кем еще? Быстенько… Хотя с Blizzard они и так… Быстенько прочитаем донатик от Астриска. Спасибо, чувак, за 100 рублей. Пись прочитай в сингле. На днях дважды в ноль разрядил Сыч, пока не прошел финальную локацию в Маре, в конце которой последняя луна. А в голове все это время крутилось видео, которое я недавно видел, где с помощью легкого глича можно было просто пройти до луны за 5 секунд. М. Мотивация. Ну, чувак, респект таким людям, которые не пользуются гличами и все. Да, мама и большое. Ну, потому что иначе, да, в этом не будет большого достижения. Лига выдающихся лутбоксов. В связи с активными обсуждениями проблемы лутбоксов и азартных механик в видеоиграх профессионалы игровой индустрии собрались учредить национальный комитет по видеоигровой политике National Committee for Games Policy. Подожди, почему нет имен? Что значит профессионалы игровой индустрии? Ну что, подожди, сейчас посмотрим. Организация планируется как объединение экспертов индустрии. Suicide Squad, да. Комитет собирается защитить интересы видеоигровой индустрии и будет заниматься вопросами на стыке видеоигр, политики и законов. Попасть в NCGP можно будет только по приглашению. Понимаешь? То есть мы пока не знаем, кто... Паблик ВКонтакте какой-то. Кстати, Тодда. Тодда к ним надо. Да, Тодд и Бобби Котик. Он всем впарит Скайрим. Там бельгийский комитет такой... Не желаете Скайрим? Скайрим не желают? Скайрим в Скайрим не желают? И бельгийцы... О нет, он, кажется, предлагает нам Скайрим. Отходим. А вот в Скайрим такой... А в Скайрим нет лутбоксов. Да. Так вот, а в следующем уже Скроллс будет? Наверное. Ты будешь заходить в какую-нибудь пещеру, идти до конца-до конца, там в конце лутбокс. Финансирование NCGP поступит от частных источников. Чтобы представлять игровую индустрию в полной мере, в комитет планируется пригласить профессионалов из разных сфер игровой разработки, которые вместе... Вы знаете мой... Если не знаете, ну найдите, в общем, знаете мой номер. Пишите. Вместе войдут в аналитический центр. В NCGP не планируют ввязываться в политику. Однако предоставят политическим деятелям информацию, необходимы для принятия верных и обоснованных решений. Ввязываться не собираются, но рекомендации свои... Знаешь, под дверь подсунуть. Мы к вам в кабинет не зайдем, вот наши... Ну типа, вот наши требования. Да, вот наши требования на листочек, на салфеточек. Помад. И там тоже подписано Skyrim. Второй задачей комитета станет учреждение единого саморегулирующего органа игровой индустрии, который будет работать независимо от аналитического центра. Цель подразделения... Цель подразделения защитить потребителей от недобросовестных игровых компаний. Центр будет проводить расследования и в случае выявления нарушений принимать законные меры. Игропатруль какой-то. Да, такой... Это полиция лутбоксов. А, всем стоять на месте. Это игровая полиция. Возможно, вас арестуют. Давайте пять долларов. Это игровая полиция. Саморегулирующий орган будет ежеквартально представлять отчет с итогами и списком кампаний, по отношению к которым принимались те или иные меры. Пока неизвестно, когда комитет начнет работу. Слушай, ну, в принципе, если вот... После обеда. Если отбросить шутки... Не, ну вообще нужная штука. Нужная штука. Игры это большой... Я уверен, у кино же есть свой комитет какой-нибудь? Игры... кинокомитет, который все это... Ну, есть гильди сценаристов. Что-нибудь типа того, да. Ну, некие индустриальные объединения существуют. И хорошо, что видеоигры до этого, наконец, дорастают. Да. Это правильно. Большие деньги крутятся в этой индустрии и регулируют такие комитеты, которые... Глаз игровой, скажем так. Не глаз, а голос. Индустрии стоит контролировать себя самой, чтобы это не делал вот-вот-вот-вот Бельгийская Лига Справедливости и Австралийская Лига Справедливости. И всякие политические деятели не вылезали. Вот. Поэтому, в принципе, это... Это правильно. Правильно. Правильная идея. Это неплохо. То есть, это даже новость не о лутбоксах, если что. Это новость о том, что... Спровоцировали лутбоксы. Да, да, что некие люди... Я не знаю, какие, потому что имена не названы, но в общем... Конечно, будто геймеры сами не могут решить, что им надо. Нет, не могут. Геймеры сами в том-то и дело не могут решить. Одни кричат об одном, другие о другом. Должна быть... В целом, в общей мессе. Лига Лига Игр Справедливости. Да, и да, я полагаю, что это Лига Справедливости как раз-таки она... Вот, если компании объединятся, учредят фонд, они могли бы скидывать туда лавэш. Я надеюсь, у них будет... Штрафовать, в конце концов. Я надеюсь, у них будет группа быстрого реагирования, которая будет вырываться в студии и там, типа... Мы обнаружили... Наши детекторы засекли в коде наличие лутбоксов. Срочно предоставьте себе жесткие диски. Чрезмерное превышение лутбоксов. Да, чрезмерное превышение. У вас превышение лутбоксов. Зашкаливали наши лутбоксы-метры, зашкаливают около вашего офиса. А что это у вас? Тут концовочка в DLC, пройдемчика в отделение. Да, пройдемте-ка, пройдемте-ка. Ну, вот, поэтому... Было бы очень прикольно. Никакие люди, считаю, что могут говорить от имени всех геймеров. Никто не может... Пока неизвестно. От имени геймеров никто не собирается говорить. Это индустриальный орган. У него индустриальные задачи. Это чтобы геймерам было хорошо. Объединение там металлургов России, где куда собираются все металлурги и такие... А вот эта вот компания, она делает плохой металл, вот, и выдает его за хорошее. Давайте ее накажем, и все пехают эту компанию, да. То есть это нормально, так должно быть. Это как бы... Но мы пока не знаем списка людей. Вот тут был важный вопрос. Мне интересно, кто войдет в список людей. Я полагаю, что на самом деле определять это, как мне представляется, будут компании... Кодзима геймеров. Будут, как Кодзима, во-первых. Во-вторых, компании, которые, конечно же, будут заносить бабочки в этот комитет, потому что на работу они так. Компании 5-10 издателей подписывают некое соглашение. Каждый будет там в равной доле вкинуть бабоси, каждый туда выдвинут кого-то из экспертов и будет сидеть и обсуждать. Наверное, ну, то есть пока... Идея интересная, непонятно кто, и пока нету никаких условий и требований, и вот этого вот всего. Но идея хорошая. Идея однозначно важная, да, потому что, когда миру угрожает бельгийский комитет, там, бельгийский комитет и Степен Вульф из Австралии, надо принимать какие-то меры, надо примитивные удары, значит, в следующий раз... То есть, условно говоря, такой комитет мог бы, например, еще до того, как поняла себя эта шумиха, например, сказать, что электроникарц ведет себя неправильно. А что если в этот комитет войдет кто-то из электроникарц? Да, кто-то из электроникарц обязательно войдет. Ну, потому что... Но из-за того, что людей будет много, единого мнения все равно не будет. Нет, просто смотри, иначе... В смысле, в пользу электроникарц, если они неправы. Иначе система не заработает. Она заработает только тогда, когда электроникарц сама подпишет, что мы согласны, что комитет классный, будем исполнять его, потому что фактически на юридические силы у комитета не может быть на электроникарц. Можно собраться у себя в гараже, объявить себя комитетом по борьбе с видеоиграми, но если вы никакой юридической силы не представляете, над вами просто будут смеяться, особенно если вы будете бегать в плаще и трусах. И электроники карты, вы что, мы вас штрафуем, мы вас штрафуем, надо чтобы компании делали взносы, компании добровольно входили, согласились, но при этом если это сделают все крупные игроки, то я думаю это будет выгодно для них всех, потому что лига из горожан, она наша с Пашей Болотским, она не сможет их оштрафовать. К сожалению, хотелось бы. Но когда начинается бельгийская комиссия, а потом возможно весь Евросоюз, а потом возможно Конгресс США, и лучше чтобы рынок регулировал себя сам. Да, и лучше чтобы было кому противостоять. Что пусть правительство, вот эта вот позиция, что пусть правительство просто не мешает, не мешает. Пусть правительство общается как раз с этим комитетом, а комитет регулирует индустрию. Ну в общем-то хорошее. В общем какая-то движуха началась. Классная, я надеюсь, что это будет классная движуха. Что из этого выйдет? Для нас с вами, ребята, это может быть только плюсами, потому что игровые компании не будут страдать от действий правительства, игровые компании будут сами стараться делать так, ну комитет будет стараться обеспечивать ситуацию, где нам не надо будет писать миллиарды гневных сообщений на Reddit, или что достаточно будет тысячи гневных сообщений на Reddit. Поэтому вот такие вот дела, в общем-то я считаю, что эта новость скорее хорошая. Да, и даже почти не про лутбокс. Все, на этом новости кончились, у нас больше ничего нету, это была последняя новость на сегодня. Приходите сегодня в 3, я буду продолжать проходить The Legend of Zelda Brief of the Wild. Приходите завтра на ЕБМчик, мы просили вас во вторник, по-моему, в понедельник просили вас оставлять на Ютубе комментарии, в честь того, что в нашем Ютубе уже 10 тысяч человек, а если вы еще не подписались, то вам стоит. Завтра будем отвечать на эти вопросы, завтра вернется ваш любимый блондин, Джафар. И Джафар, и второй ведущий, и замечательный друг, завтра будут и будут отвечать. Но мы тоже будем, есть решение, что мы будем все-таки вместе и вместе отвечать. Коллективом, единым костяком, единым, единым коллективом. Лигой Несправедливости, выступаем против лутбоксов. Лигой отвечателей на вопросы. Просто ответим, человек... я флеш. Окей, и убегу. А когда Паша уволит? Пишут, просили на выпуск, кто-то заблочили. Комментарий мы все равно увидим. Нет, подождите, первый раз в выпуск. А, первый заблочил? По-моему, в понедельник это было. Я проверю, я проверю. Ну так в понедельник мы просили задать вопросы, а понедельник мой первый канал мы обсуждали, или нет? Нет, в понедельник... А, возможно, да. Был ты и лайк, потому что во вторник вчера были мы с тобой и сегодня с тобой. Сейчас я это быстренько смогу проверить. Ну, комменты там все равно есть, должны быть. Есть там комменты? А есть ли там комменты? Да, есть, есть, все в порядке. Этот выпуск грабилин, 27 число. Все! Позавчера, все, все окей. Спасибо, что смотрели. Это был ЕБМ. Еще больше минералов. Павел Пивоваров, разглядывающий айпэд. Павел Болонский. Разглядывающий тоже что-то типа айпэда. Вы наши, дорогие зрители. Переходите сегодня в 3 часа. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям, не друзьям, другим стримерам. Не другом рассказывайте. Да, вас забанят, если вы будете рассказывать другим стримерам. Кстати, не другом тоже рассказывайте про вашу передачу. И погромче, особенно не другом рассказывайте. Ай, не друг! Там стримы идут. Всего хорошего. Увидимся. Пока. Пке!